итак всем привет и сегодня я начинаю свой последний рабочий день на этой работе да да именно тот последний день про который я говорил в прошлом блоге сегодня 27 чё там 27 апреля у нас сегодня 2018 года и короче вот сегодня я вам немножко расскажу впечатления об этой работе более точные и конечно немножко проведу так с вами сегодняшний последний день и конечно же ждите мои новые видео с новой работы все мои постоянные работы которые будут новой они в принципе будут связаны с вождением и на следующей работе я тоже буду водить водить не так далеко от риги но иногда будут попадать возможно и дальние рейсы машинка правда будет маленькая но новая на ту машинка обязательно засниму тест-драйв и все у меня будет чики-пики а так погнали погнали ребята будем смотреть радоваться вместе и узнавать нюансы этих работах на которых я уже отработал попробую поделиться с вами своим личным опытом погнали кстати на данной машинке в данный момент я уже прошел чуть чуть больше чем 62 тысячи километров и честно вам скажу но не было такого что машина сделала так что я вообще на ней не мог ехать до были такие моменты что у неё и но я ехал практически без тормозов были такие моменты когда прицеп у меня аж до красна накалялись диски просто при простой езде потом езде потому что они просто блокировались тормозные ну а так принципе чтобы какие-то проблемы такие более глобальные были да нет не помню вот сиденье немножко попарился потому что сиденье надо пропускала вот в данный момент он тоже пропускает воздух поэтому я положил его в самое нижнее положение согнул немножко поджопник согнул спинку и сейчас сидеть довольно удобно даже и забыл про этот момент что у меня сиденье не поднимается на подушке с задней ступицы была проблема что там еще было минус с электрикой на прицепе именно это не машинная проблема именно проблема на на прицепе постоянно электрика мне доставала ну ладно там лампочки это все фигня но абс меня как машину взял абс не работает и до сих пор она и не работает так так решите глобально хороший дав честно скажу хороший дом за 62 тысячи километров я проехал по шумке он не хуже чем 105 сразу вам скажу дай банны приборов более-менее такая старенькая атак ездить можно и радоваться даже можно путь поездка да я вам конечно скажу с этого депо выехать это блин такие моменты когда здесь происходит загрузочки из самого утра это довольно проблематично задание потому что здесь все заезжает выезжает территория довольно маленькая разворачиваться здесь принципе не уже себя довольно привычно даже не привычно что сегодня последний рабочий день я уже как-то сфиксис от работы итак сегодня впервые загрузился на сахарте за всю свою рабочую практику это мой первый рейс закрыта то есть я от депо поехал на сахарте на сахарте загружаясь цементом всякий такой бодягой для стройки и везу и по другим магазинам депо в общем загрузился там будет еще вторая фотка на ульмане а пока что я еду на красно принципе вот такой вот мой сегодняшний день наверное часов часов до шести где-то должен закончить точно надеюсь что точно закончу а так посмотрим что там будет и за все это я получу 35 евро ну принципе для города 35 евро знаете едешь пару метров стоишь остальное все время в телефоне ковыряешься там что-то смотришь во что-то поиграть тоже можно если нравится поиграть в принципе это нормально довольно зарплата для латвии дальние рейсы конечно в этой компании оплачиваются очень слабо и знаете что хотел сказать в принципе из тех мест где я работал никому не посоветую устраиваться вообще категорически устраиваться в компанию лекс на может быть она сейчас называется по-другому но главный заправляющий этой компании вилл не суд раз если вы слышите имя вилл не суд раз во время устраивания на работу но это просто задница вам сразу скажу или устраиваетесь и смотрите 6 этого будет у меня лично на 600 евро за два месяца 650 евро мне должны до сих пор на принципе на это уже махнул рукой и пошел другую компанию вилл не суд раз полный мудак я вам сразу скажу так громко это или нет это решать уже вам если вас не начать общаться или если вы с ним общались но мои слова такие не буду называть его по другому мудакому назову точные и уверен что я в этом полностью прав по поводу компания конвой от которой я ходил в норвегию честно вам скажу компания классно платит правда немного но у вас получается так например вы уходите в рейс вот сегодня загрузились вы ходите в рейс все остальные дни что вы находитесь в рейсе вы получаете по 60 евро в сутки без разницы чтобы вы там делали отстой у вас работа загрузка или что-то не получилось 60 евро в сутки мне понравилось работать по самому рейсе на скандинавию главное упор рейсом идет на норвегию там иногда на швецию или где-то тоже бывает оттуда приходите латвию делаете отстой то есть рейс туда обратно загружаетесь или в литве или в латвии ну или в эстонии опять на скандинавию идите туда и опять все это повторяется или же вы идете за рыбой грузитесь там делаете в латвии потом отстой и идете дальше в украину или белоруссию город минск минск киев вас он такие дела но все время отстой проходит топ в принципе дом у меня только один раз получилось когда мне пришлось постоять в норвегии это по-то причине что не работала уже место для загрузки я просто тупо не успел на 15 и пришлось стоять двое два выходных просто на одном месте ну и вот эта вот компания которая сейчас работаю вот в которой я сейчас работаю да это мк-транспорт честно вам скажу что мне здесь очень нравится во-первых все прозрачно как я посчитал сам себе зарплату так и всегда и и получил это очень очень классно наше время единственное что бывает задержки зарплаты бывает что официальная часть бывает так что запада зарплату ты получаешь после пятнадцатого числа даже двадцатого там аванс надо бывает получаешь где-то аж до тридцатых чисел честно говоря это не очень хорошо но с этим жить можно принципе вот две последней компании в которых и работаю работал я вам посоветую последней компании по деньгам густо не получится да и первым принципе густо не получится во первой компании вы посмотрите норвегию скандинавию поверьте мне это очень красиво и очень приятно там работать но не зимой конечно но в этой компании вы будете всегда точно будете дома находиться у вас будут дальние рейсы и принципе для стажировки эта компания очень очень сильно подходит то есть вы доказали на права и хотите где-то постажироваться здесь вообще лояльное отношение очень хорошее начальство вот и платят не не за сделанную работу грубо говоря свои нюансы есть но все все очень очень хорошо и не под на голову не давит это самое важное что здесь есть погнали дальше рига дорога в депо депо красный сейчас она хорошее намазка вас это строится акрополис литовская торговая сеть кстати в этом году обещают что красного начнут делать во всех направлениях и я думаю что наконец-то здесь станет все красиво честно говоря уже давно пара так как это грубо говоря большая центра ветка автомобильной дороги центре города и я вообще не понимаю как такой бред может быть дорога убита просто в клап а вот тут и это депо которые сейчас еду которая находится прямо напротив автосалона мерседес блин уже целоси продавать начали красавчики молодцы вот так вот здесь у нас все выглядит вот за этой машинкой я буду в очереди он по-любому идет тоже тоже место на разгрузку куда и я а а а а а а а и Субтитры делал DimaTorzok Сейчас вам покажу, где он находится, как он в принципе выглядит Как так, как первый раз я вам показать это Чего, не подумал про это, пока я его искал, уже забыл, что я снимаю что-то Ладно, погнали Вот это, кстати, офис моей бывшей компании Comvois, где я работал Хорошая, кстати, земля Ну, я-то знаю, да, она же тут стояла, сколько вот ездила, она тут и стояла Ну, а вот и сам Сакритс Вот такие вот дела Я приехал на очередную загрузочку А этот раз будет Депо Ольмани Вот там, где стоят Афоры, буду грузиться и я Вот, короче, начал работать в 8 часов утра Сейчас уже пол первого часа дня И я приехал только на вторую загрузочку То есть я только скинул первое Депо, которое находится на Красто И вот приехал на Ольмани Судя по виду, и так как все это движется Пока меня загрузят Пока я сдам следующую Ольмани Пока поэту заправлюсь Почищу салончик машины Последний мой день работы кончится где-то часов в 7 вечера Я думаю, что не раньше Плюс потом подогнать машину Поставить основную базу И это будет очень-очень мало времени Вот такие вот дела Ладно, пошли грузиться Сейчас там маленькую букашку загрузят и Ивеку Кстати, такую же Ивеку, на которой я буду работать в следующей компании Просто там будет и Верка с платформой, и 6-метровой Вот такие вот дела Тоже нулячие Паш, и грузиться Короче, ребят, все, я уже загрузился Сейчас посмотрю, как выглядят машинки Какие-что у меня с колесами Здесь грузит очень-очень немало Где-то порядка 20 тонн только в кузове Сам видите, как машина проседает Там песочки привыкнуты в прицепе Короче, очень-очень быстро здесь работают Загрузили меня очень быстро Это есть случай, что я приехал сюда на Сахарит Да Я сходил в ту будку Мне там выдали груз Потом поехал туда, там загрузился Сейчас опять сходил сюда И вот до охраны, до выезда Короче, у меня прошло всего лишь полчаса Очень быстро Я даже поесть не успел, до сих пор заикаюсь Короче Ладненько, сейчас отдам охраннику Вот эту вот верхнюю листовку И пропуск, который мне дали Чтобы я сюда проехал И поеду в путь Ну и, разумеется, еще покажу, что у меня в кузове находится Погнали! Ну вот я в последний путь отправляюсь Ну я имею в виду, в последний путь на этой работе Это мой последний плачевый рейс Потом рейс только поближе к Bull Drive И все Вот он будет не рейс, а машину оставить В сервисе Такие вот дела Рассказывал там про Ликсну Про ихний гараж Вот этот гараж, про который я рассказывал Фирмы Ликсна Он находится вот Как раз за зумом За зумом и вот в тех вот воротах он находится То есть, если вас во время устройства на работах Будут показывать это место Поверьте мне, это полная шняга Все, кто там работает Всем были очень большие долги И практически все ушли Так что Здесь можно вообще просто без вариантов Даже не рассматривать предложение Поют красиво А вы так как не устраиваетесь Во-первых, они делают все неофициально Хотя говорят, что это все официально А во-вторых Ну просто шняга Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok И вот эта новая строечка Про которую я говорил, когда ехал туда Здесь что-то такое колбасит, строит Я вижу даже не в одном месте Здесь тоже что-то начали строить Молодцы Так вокруг Южного моста Потихонечку появится очень много Интересных объектиков Место довольно серьезное в городе Для транспортной ветки Поэтому я думаю, что развивать его Будет очень-очень умно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Мы вышли на Юрмальскую На последний рубеж Который идет до этого депо Так как депо находится на Пульмане-Асгатвая улице а это есть это есть юрманское шоссе и он здесь у нас началась такого расстройка как бы скелет построили очень очень быстро как там быстро появится сам поселок я не знаю ну вот первый скелет дом вы уже видите а там их будет несколько очень очень быстро сейчас строится все очень быстро если что-то задумали строить то строит очень быстро а он еще один кран стоит там тоже уже возводится скелет короче будет прикольненько здесь еще не так много времени пройдет и ригу будет по многих местах просто не узнать блин и опять состоит такого фига осталось проехать последний светофор и на нем придется стоять тоже долго вот такие вот дела шикарная 6 c5 козы просто как нового очень мало таких экземпляров есть нашем городе моя к сожалению пока что к такому экземпляру не относится да она блестит но она не идеал откуда в нашем городе пол второго такие пробки не могу этого понять вот мы уходим с тюрьманская трасса уходим на кармашек в котором будет в конце за этими магазинчиками находиться наш депо куда он сверх спятый странный поставил ну что ребят вот в эти маленькие ворота меня сейчас запускает это есть вместо депо ну вот в принципе моя разгрузочка и закончилась я уже выехал потому что развернулся еду сейчас в сторону база то есть сторону базы депо перед базы депо я заеду на заправочку забью полные баки и тогда пойду уже на базу и там вечерком попозже уже погоню машину на то чтобы ее сдать сдать во время увольнения чего катимся дальше рабочий день кстати сегодня прошел довольно успешно много раньше заканчиваю чем я планировал я планировал после магазин сдать где-то в 6 часов вечера час только 3 часа дня вот такие дела мне повезло но вот здесь эта стройка в обратном направлении про который вам рассказывал и опять эти пробки 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 ладненько катимся дальше ну что вот он и пришел вечерок мы приехали женой забрали грузовик и сейчас я его гоню почти в болдырай на последнюю парковочку у моей истории наверное это последний рейс на именно на этом грузовике возможно даже в этой компании вот таким вот образом сегодня уже считаясь после этого рейса уволена все как бы сама за себя говорит ладно погнали по вечернему городу а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...